Зоологическая тема в народной медицине Занимает довольно скромное место Но, тем не менее, она представлена в самых разных разделах Или сферах славянской народной медицины Прежде всего, это, конечно, номенклатура болезней Название болезней, которые широко известны Типа даже жаба или свинка и так далее Затем это представление о том Что болезни могут быть насланы Или вызваны действиями Или вообще поведением каких-то животных Что животные могут или насылать болезни Или переносить их Третье – это представление о способах лечения Здесь животные могут выступать и в роли целителей Которые избавляют человека от болезни И в роли лекарства Когда части животных или какие-то их атрибуты Становятся лечебным средством Вот эти все три сферы Обнаруживают очень тесную связь друг с другом Действительно, болезни называются по имени животных Часто именно потому, что считаются насланными Этими животными Или потому, что животные лечат эти болезни С помощью животных эти болезни лечат Я приведу пример таких синкретичных представлений Пример из народной традиции Великопольской Там распространено название болезни скота – жаба Это такие наросты на коже Обычно на шее животного Но иногда на морде, на языке или на всем теле Причиной болезни считали жабу, то есть лягушку И для избавления скотины от нее Выгоняли жабу из хлева Рассказывали, что был в селе человек Который умел выгонять жабу Но лягушка служила и лечебным средством Надо было поймать лягушку и дать ее съесть корове Тогда ей полегчает Или такой косвенный магический способ Надо было расстелить пояс Дать лягушке трижды перепрыгнуть через этот пояс И потом трижды этим поясом ударить больную корову Вот такая связь всех трех сторон этих зоологических представлений о болезни Связь болезни с животными Порождала также такой способ магического лечения Как отсылку болезни к соответствующим животным Например, лишай в заговоре отсылался туда, где обитала его мать-сука Вот такой херсонский заговор Или часть заговора Иди себе на очеред Там есть стара сука маты Вона тебе будет годуваты То есть есть какая-то сфера Которая принадлежит этим животным И оттуда исходит опасность для человека И туда же болезнь отсылается Главным источником сведений о зоологическом коде в народной медицине Служат, ну, конечно, прежде всего лексика То есть словари, которые, надо сказать, очень плохо отражают эту лексику В свое время, уже несколько десятилетий тому назад Замечательную работу на тему таких медицинских названий Написала Валентина Антоновна Меркулова И с тех пор, к сожалению, очень мало в этой области сделано Просто в области лексики, этимологии, диалектных названий и так далее Так вот, кроме словарных источников Это, конечно, сами лечебные практики Которые в этнографических работах, описаниях Очень богато представлены И поверия о причинах и духах болезней Но прежде всего, конечно, заговоры Вот в заговорах мы находим очень большой материал на эту тему Набор животных, которые фигурируют в лексике и в текстах народной медицины Особенно в заговорах Он может быть и очень обширным Хотя на самом деле не так много животных прямо связывается с болезнями Но он может быть обширным или даже практически бесконечным Когда названия животных включаются в перечне Таких потенциальных опасностей Или потенциальных источников причин болезни Ну, например, когда отгоняют какую-то болезнь То перечисляют все возможные ее источники И тогда эти списки могут быть очень большими Ну, например, вызываю, выкликаю переполох То есть испуг изгоняют Овечий, скотячий, коньский, козячий, собачий, зайчий, лисичий, вовчий, ведмежий, ящериной, жабячий, черепаховый, гадючий, сорочий, воронячий, курячий, утячий, гусячий, индичий, гусячий, гусячий Голубьячий, листвячий, перепеловый, орловый, шулячий, синичий и соловьиный Вот такого рода перечни, они, конечно, только, так сказать, косвенным образом относятся к самым представлениям о природе болезней и лечения Вот таким способом перечисления магически изгоняется испуг, от кого бы он ни исходил Нередко перечни животных вот в такой же функции присоединяются к перечням людей и разных других источников опасности Например, в украинском заговоре читы чоловичий, читы женочий, порубочий, дебочий, хлопячий, дитячий, цыганский, жидивский, собачий, волячий и так далее Вот эти перечни просто описывают весь мир, от которого может исходить какая-то опасность Важно подчеркнуть, что существует и некоторая, так сказать, специализация животных То есть с некоторыми животными связан определенный круг болезней Ну, например, очень устойчиво у восточных славян, в частности в Полесе, с курами связывается представление о бессоннице Куры считаются и насылающими бессонницу, то есть детский ночной крик, ну на детей в основном детский ночной крик И избавляющими их К курам обращаются за помощью и с просьбой забрать бессонницу и дать ребенку сон Ну, например, куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные Возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон и тому подобное Теперь вот немножко подробнее, но тоже кратко о волчьих болезнях Вообще поводом моего обращения к этим волчьим болезням послужили тексты, которые приводят в своем сборнике чешских заговоров Катя Вельмезова Там есть несколько таких названий, которые не вполне прозрачны Там есть, например, три термина, связанных с волком Это волчьимолга, болезнь глаз, сухий волк колтун и волк шлапак, значение не совсем ясно, которые отсылают к образу волка Волчье название обычно считается разновидностью собачьих И в самом деле очень много случаев, когда одни и те же болезни называются и волчьими, и собачьими Например, собачьевыми и волчьевыми Этот параллелизм волка и собаки распространяется и на другие сферы, прежде всего на ботаническую Где тоже мы видим такой параллелизм Волчья лапа – собачьи лапки, волчьи ягоды – собачьи ягоды, волчий перец – собачий перец, волчьи ушки – собачьи ушки и так далее Дальше я по волчьим болезням быстренько, так сказать, кратко рассмотрю материал разных славянских традиций В русском литературном языке из всего этого волчьего текста представлена только волчанка Причем эта волчанка определяется в бассе как туберкулез кожи, хроническое поражение лица и так далее Это слово практически неизвестно русским говорам За исключением одного свидетельства в псковском словаре в том же значении, что и в литературном языке И это обстоятельство вызывает подозрение о научном происхождении этого термина Тем более, что в самом деле это и по-гречески будет «люкос», и по-латински «лупус» – «вулгарис», по-немецки «вольф» И тоже самую болезнь обозначают Но, тем не менее, если учитывать весь волчий контекст в народной медицине То все-таки нужно, мне кажется, несколько осторожнее отнестись к такому представлению Ну вот в русских диалектах известны волк – род злой на кожной болезни, похожий на рак, удаля Костромской – волчага, кожная болезнь, скорее всего, лишай Смоленская – скраб волчий, волчинный, болезнь вроде короста или чесотки Скраб звериный, скраб волчинный Скраб лечат относами лесовому или лесному царю Например, по той дороге ходить нельзя, а то вступишь в скраб и будет чесаться тело Скраб бывает собачий и волчий Дальше, немножко позже, я скажу об аналогичном названии южнославянском – сугреб Теперь, значит, воронежская – волчок, диатез То есть это все в основном какие-то кожные болезни Волчки замочили ребенка, никакие леки не берут Украинская волчица – кожная болезнь волчанка У нее врачи признали волчицу на щеке пупырышек в виде рака У нее отец сусликов ловит волков, и вот волчица – это пристало Это уральская С волчьими названиями кожных болезней соотносятся и, как я сказала, и названия ботанические Жестких и колючих сорных растений Волчец – это еще старославянская волчец Чертополох, колючка Русская диалектная – волчага, волчажник, волчевник Волки в Карелии – жесткая трава Гуцульская вовки – дуже тверда трава, якой не есть худоба И многие другие Иные значения волчьих медицинских терминов отмечены в других русских говорах Например, в Карелии русские говоры Волчок – это волдырь, желвак О, вот как на тебя жогнет и встанет на то место волчок Это значение, однако, широко известно в других славянских языках Хотя в русском довольно периферийное, редкое Костромское – волчья жито, глазной ячмень Волчья жито на глазу, кукиш, глаз тыкали Ярославское – волкоедина Об этом слове еще будет речь в связи с параллелями в южнославянских языках и традициях Долго незаживающая гноящаяся рама Волк – нутровый гроз Такой фразеологизм о тех, кто быстро худеет от тяжелой болезни В народной ветеринарии известны такие волчьи номинации болезни, как волчий зуб Зуб, выросший не на месте, клык Волчки – болезнь мозга у лошади и другие болезни скота Что тоже находит и на славянские параллели В белорусской народной медицине я, конечно, рабею к ней обращаться в присутствии Татьяны Васильевны Володиной Но несколько примеров Значит, эти волчьи названия могут относиться как к кожным воспалениям и экземам, так и к нарывам и опухолям Волк – злокачественная опухоль И лучшим средством считается прикладывание к больному месту на ночь, разорванное пополам черной курицы За ночь волк съедает целую курицу, оставляя только кости После нескольких сеансов волк пропадает Интересный вообще оборот Волчьи зубы – парша под хвостом лошади Волча цицка – нарыв под мышкой И тоже интересно в перспективе сравнения с южными славянами Свидетельство о связи кожных болезней с волком в поверьях Кто ступит на то место, на яким волк зарезал козу Ци де собака шкроп лапами Ци де был зарезанный певень У того буде церобиться, то есть чесаться тело Волчьи мотивы могут быть связаны также со зрением Вот в белорусских примерах Здесь очень интересны вот эти эксклюзивные такие межславянские параллели Вот тоже, что в чешском со зрением связаны Значит, при засорении глаза кто-либо должен оттянуть пострадавшему веку И сказать, волк, волк, вылезь вон При этом следует плюнуть в глаз Или волчок, волчок, выми парушинку Парушинку иди у лесок, закопай у песок И вот интересно, сообщенное мне как раз Татьяна Васильевна Интересное гомельское свидетельство о волчьей природе болезни типа прострела У других славянских диалектах и традициях местных нет этого А у других славян как раз есть А именно выражение «волчья шея» Болезнь, когда нельзя повернуть шею То есть что-то вроде прострела Волчья шея съела моего человека В украинской традиции волчья тема представлена скудно Кожные болезни манифестированы литературными волчак Волчий лишай Туберкулезная болезнь кожи, особенно лица Черниговская волчья шерсть, родимое пятно Волчий лишай, особо болезненный лишай Кроме того, есть несколько свидетельств Относящихся к разного рода воспалениям Волчье горло, опухоль в горле Волк гуцульское воспаление слизистой оболочки прямой кишки И так далее Примеров не привожу для экономии времени В польском языке, кроме немногих примеров Относящихся к кожным болезням Например, вельк туберкулез кожи волчанка Или названий, мотивированных характерным для волчьей темы Признаком дикости чужеродности Как вельча менсо, то есть волчье мясо Нарост на коже Или вельча кость Волчья кость, шишка, твердый нарост Появляются волчьи номинации, обозначающие болезни другого типа Вот типа прострел Значит, белорусско-польский такой ареал вырисовывается И потом есть у южных славян, где это означает прострел У кого волк, тот не может оглянуться назад А должен поворачиваться всем телом В Кашопском словаре значение, такое вот слово волк, вельк Сопровождается таким примером этимологической магии Когда волк влезет в человека, нужно выпустить из хлева овец Тогда этот волк выскочит из человека и бросится на овец Это вот в замечательном словаре Сыхты приводится такое поверье Кроме того, Сыхты приводит вельк в значение роговой нарост под конским топытом И в значение воспаления кожи Вот это последнее значение, опрелость и раздражение кожи Находит параллель в чешском и словацком народном языке Чешская волк, опрелость, особенно между ногами Словацкая диалектная волк тоже Еще одной сферой, контролируемой волком В чешской народной медицине, как уже я упоминала, оказываются глазные болезни Представленная в заговорах волчи мулга Известно как название куриной слепоты Неспособности видеть в сумерках Другое название куриной слепоты в моравских головах – волчица Печень суслика помогает от волчицы Больной ловит суслика, убивает его, вынимает из него печень и варит ее в новом горшке Держит глаза над паром кипящей воды, а печень съедает И мясо, и суп из суслика помогают от волчицы Вероятный вот этот загадочный волк шлапак Название болезни чешская не отраженная ни в словарях, ни я спрашивала у чехов Как-то тоже им ничего не приходит в голову Только вот в заговорах у Кати Вельмезовой это представлено Скорее всего это тоже связано с болезнью, потому что там есть такой контекст Бегу я к одному парню, лезут ему волки в глаза, хочу ему помочь будь то днем и ночью Это как раз о куриной слепоте, так говорится А вот сухий волк, диалектное чешское название со значением колтун Это уже относится к области внутренних болезней Потому что колтун понимается в народной медицине не как такая внешняя какая-то, не знаю, кожаная, не кожаная, наружная болезнь А как болезнь всего организма И это очень последовательно представлено в народно-медицинских текстах В южнославянской лексике народной медицины в целом преобладают тоже волчьи названия наружных кожных заболеваний При этом они в большей степени, чем это характерно для восточных и западнославянских языков Связаны с народными представлениями о мифологической природе болезней и магическими практиками лечения Например, в болгарском языке волкоедина Болезнь кожная, нарывы, чири или внутренние, типа крапивной лихорадки Нередко смешивается с воспалением желез и золотухой Как причина, так и лечение болезни связывается с волком По поверьям, этой болезнью рискует заболеть тот, кто съест брошенный на землю надкушенный плод Здесь интересная, конечно, аллюзия на глагол «грызть» Просто как основной такой характерный предикат волка Кто поест мясо животного, побывавшего в волчьей пасте Или кто наступит на место, где помочился волк Вот таким образом объясняются эти болезни Больного подкуривали волчьей шерстью Промывали раны водой, простоявшей ночь под звездами Вот здесь нужно обратить внимание на волчье название звезд Поэтому не случайно эта вода стояла под звездами В случае таких магических приемов Ну, вроде там даже русского архангельского волчица Созвездия, вероятно, Большая Медведица Кашубская вильг, группа звезд в созвездии быка Плеяды Сербко-хорватская вук, название созвездия и так далее Другие способы лечения Прикладывали к ранам плоды волчьих яблок То есть вот такая уже опосредованная Косвенная магическая связь с волком Заговаривали болезнь, держа в руках челюсть или кость волка На шею больному вешали шнурок из волчьей шерсти в качестве амулета Для профилактики болезни новорожденного ребенка Трижды протаскивали через волчью пасть Вырезанную вокруг пасти и высушенную часть кожи убитого волка Еще одно значение – волцы Болезнь горла И выражение «излезли волцы» о том, кто потерял голос И в одном болгарском диалекте отмечены также волчиц Такая опухоль вздутия на деснах Я просматривала также македонский материал Но там почти ничего найти не удалось Но в этнографических описаниях встречаются указания на то, что Например, в окрестностях Скопья Всякое упоминание об эпилепсии в прошлом должно было сопровождаться приговором Вук при нас, с нами В сербсо-хорватском языке Вук, то есть волк и его дыреваты, как и в других языках Используются прежде всего для номинации кожных болезней Разного рода ран, но также гангрены и ревматизма И вот к числу наиболее известных относится детская кожная болезнь вукоедина Интересно, в словаре вуко-караджи, чем мы находим это вукоедина Сопровожденное вот такими народными представлениями Об этиологии лечения болезни Говорят, что если беременная женщина ест мясо овцы или козы, которую загрыз волк То на теле ее ребенка, когда он родится, появятся какие-то раны Которые называются вукоедина Их окуривали измечетом, это останками животного, съеденного волком И излеченного из убитого волка И так лечили В Восточной Герцеговине такие ранки на коже ребенка назывались вукоедины Или змеоедины Тоже показательная параллель волка и змея Также объяснялись тем, что его мать во время беременности Ела мясо животного, ставшего жертвой волчьих зубов или змеиного укуса В других местах считали, что вукоедина может поразить и взрослого Который поел такого мяса, как и ребенка Для лечения этой болезни брали кость животного, задранного волком Затем обжигали ее, толкли в ступе, смешивали с маслом И полученной смесью смазывали раны А к болезням другого типа относится название вучац То есть волчец, так сказать Слово Река Раджича для него дается значение гангрена А другое значение этого же слова – ревматизм и болезнь суставов Его всегда схватывает вучац, когда он в течение дня переутомится Или соседа поразил вучац во все суставы Про человека, который простудился, говорят, ему как бы вучац в кости вошел Интересны еще волчьи термины, которые относятся к названию эпилепсии – подучий В качестве лечебного средства используются части тела волка Поскольку волчьи атрибуты – волчья пасть, шкура, шерсть, волчий зуб, коготь, глаз, сердце, уши и тому подобное Считаются универсальными защитными лечебными средствами Но вот интересно, специальное было исследование, посвященное волку Такого бельгийского, очень яркого исследователя Питера Пласа Который на южнославянском материале очень подробно описал все верования и практики И медицинские, в том числе, связанные с волком И вот он высказал такое предположение, что здесь скрыт в названии подучий Или этой самой эпилепсии Скрыт мотив падания, который вообще для волка очень характерен Вот он показал, что объединяющим оба концепта То есть концепт волка и концепт падания Является локус, гора, верх и предикат падать Представлены, с одной стороны, в номинации болезни Как русская падучая, сербско-хорватская падавица Или падача болест Горопад, горопаштина и тому подобное А с другой, в устойчивой характеристике волка Это для южных славян характерно, прежде всего для сербской и хорватской традиции В таком устойчивом мотиве волка, который спадает с гор И оттуда сверху нападает на животных и вообще вредит людям И поэтому вот в песнях вучаров А вучары – это такие охотники на волков Которые, убив волка, с волчьей шкурой ходят по селу Это целый такой специальный обряд Так вот, в песнях этих вучаров такое стандартное заклинание волка «Дайте волку сало, чтобы он не сходил с гор» Ну вот это, по-моему, довольно интересное наблюдение этого Питера Плаца Совсем два слова о славянской традиции Там тоже есть данные, подтверждающие связь эпилепсии с волчьей темой В 1940 году в селах в окрестностях Великих Лашч детей, страдающих подучей, окуривали волчьей шерстью Это модный Дорфер, который очень много писал о медицине Однако во всех остальных, пока не многочисленных славянских свидетельствах Волчьими болезнями называются разные виды воспаления кожных покровов Что вообще для всех славян прежде всего характерно Не исключено, конечно, что в некоторых из таких названий Некоторые из таких названий появились все-таки под влиянием научной медицинской номенклатуры Но это не значит, что какой-то собственной народной традиции здесь не было И что можно вообще заключить из этих всех весьма фрагментарных данных Волчьи болезни, оставаясь, безусловно, маргинальными в народной медицине И соответствующей лексике всех славян Тем не менее обнаруживают значительную общность И любопытные параллели в отношении частных форм и значений Между разными славянскими регионами Ну вот сравним хотя бы северно-русская волкоедина И сербско-хорватская и болгарская вукоедина-волкоедина С одним и тем же значением Поскольку эта лексика, как и фразеология По большей части принадлежит диалектам И является укорененной в архаической народной обрядовой фольклорной традиции То предположение об ее древнем и, так сказать, аутлантичном характере Не кажется лишенным оснований Прослеживаемые в лексике волчьих болезней В поверьях и медицинской практикой мотивы Обнаруживают полную согласованность С общей символикой и мифологией волка в народной традиции и в языке Где это животное устойчиво ассоциируется с чужим, диким, опасным, враждебным И противопоставленным человеку миром Олицетворяет некую демоническую стихийную силу С которой, однако, человек в своем существовании Вынужден постоянно взаимодействовать Это определяет продуктивность волчьего кода В самых разных сферах народной культуры И в лексических сферах языка Это и фитонимия, и астронимия, метеорологическая лексика, предметная лексика и другие При этом лексика болезней особенно ярко демонстрирует взаимовлияние языка и культуры Если названия болезней могут мотивироваться верованиями То в такой же степени они могут и порождать верования Объясняющие и теологию и практики лечения болезни на основе этимологической магии Спасибо Спасибо